Приветствую, вы на канале Медвежий барабан. Сегодня рассмотрим очередной газовый перцовый пистолет для самообороны PMG-37 Pro польского производства. Razergun PMG-37 является преемником газового пистолета RMG-19. В новой версии был введен более прочный корпус и разработчики отказались от двойной системы защиты в пользу более функционального предохранителя. PMG-37 был разработан с нуля при участии специалистов по огнестрельному оружию и инструкторов по самообороне. И это не мои заявления, а разработчиков данного девайса. Конструкция PMG не связана напрямую с какой-либо популярной конструкцией огнестрельного оружия, что затрудняет быструю идентификацию устройства потенциальным злоумышленникам. Данное устройство изготовлено из легкого и чрезвычайно прочного полимера, который также содержит стекловолокно. Благодаря некрупной конструкции и относительно небольшому весу, который составляет менее 400 грамм, устройство удобно использовать и носить даже женщинам. Рукоятка с текстурой обеспечивает надежный и удобный хват пистолета. В отличие от старых моделей газометов, PMG используется достаточно функциональный предохранитель. Использование устройства возможно только при правильном хвате рукоятки. Примерно аналогичный предохранитель установлен и на аэрозольных устройствах типа оберег. Кроме предохранителя, рукоятка пистолета имеет всего два подвижных манипулятора, кнопку, отвечающую за освобождение магазина и, соответственно, сам спусковой крючок. Одним из преимуществ PMG является возможность быстрой замены газового баллончика. После извлечения магазина достаточно вынуть пустой газовый баллончик и установить новый. Что касается состава распыляемого вещества, это перцовый раздражитель, содержащий 10% капсацина и 1,33 основные капсациноиды со остротой 2 миллиона единиц по шкале Сковилла. Дальность выброса распыляемого вещества от 1 до 4 метров. Газового баллончика объемом 15 миллилитров хватает примерно на 9 коротких или 2 длительных использования. По словам производителей, благодаря самоуплотняющемуся клапану, применяемому в газовом баллончике, его можно носить в устройстве до 3 лет. Итак, переходим непосредственно к стоимости данного устройства. Оно составляет порядка 64 долларов на европейских сайтах, что на наши получается порядка 5000 рублей. Стоит отметить, что газовый баллончик входит в комплектацию. Подводя итог, что хотелось бы сказать. Производитель сделал массу похожих устройств, которые мы разбирали в других роликах. Но несомненный плюс, что они это делают и пытаются каждый раз как-то улучшить свои устройства. Поэтому советую взять на заметку нашим производителям, а не по 5 лет топтаться на одном месте. Я, конечно, не топлю за то, что это какие-то супер устройства и так далее, но оно стоит внимания. Друзья, спешу также напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, где различные новости зачастую публикуются куда раньше, чем на канале. А также есть вторая группа, где я делаю различные подборки товаров с сайта Алиэкспресс. Тактических и не очень тактических, но в любом случае полезных. Залетайте и подписывайтесь. Понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Ну а обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.